Здравствуйте! Мы в научно-исследовательском институте ядерной физики Московского государственного университета Евгения Михайловна Васильевича Ломоносова. И мы туда пришли поразузнать, все-таки это вузовский НИИ, разузнать, а что нового появилось в экспериментальной ядерной физике. Может, что-то нам, так сказать, сулит какие-то необыкновенные возможности технологические, вот эта вот суперпродвинутая ядерная физика. Сергей Павлович, вот классическая ядерная физика вообще занималась физикой атомного ядра. Это потом ее же вменили в обязанность заниматься физикой элементарных частиц. А вот так вот, как ядерная, экспериментальная ядерная физика, как вот она занимается еще атомным ядром? Исследует его? Безусловно, она развивается. Безусловно, атомное ядро является очень богатым на новую информацию, так сказать, объектом. И я думаю, что, так сказать, развитие это, так сказать, по сути дела в самом начале. Но это мое личное мнение, я... Я вот хочу как развить, вот была физика атома, да? Рано или поздно она превратилась из спектрального анализа, превратилась в такую очень плодотворную, значит, отрасль физики, которая потом родила нам оптические лазеры, да? Это именно благодаря, там, переходам в атомах, да, по-моему, гели-неоновый лазер, все такое вот, прочее. А тут-то нельзя добиться того, что возбуждая селективно какие-то уровни энергетически атомного ядра, добиться, так сказать, появления лазерного эффекта в гамма-диапазоне, в диапазоне гамма-квантов. Как это замечательно. Ну, вообще говоря, такой механизм, насколько мне известно, может быть сформирован, причем даже может быть сформирован не совсем так, как это делается в лазерах. То есть, механизм, ну, известны способы генерации квазикогерентного, конечно, но гамма-излучения, вот, на основе, ну, специальным образом построенных структур из радиоактивных материалов, которые, попросту говоря, ну, в данной ситуации в качестве селективного воздействия выступает воздействие, ну, скажем, каким-то потоком заряженных частиц с определенной энергией. Которые инициируют те или иные ядерные процессы внутри ядра, которые, в свою очередь, вызывают, так сказать, ну, как снятие, так сказать, возбуждение ядра, вот, вызывает излучение гамма-квантов. Ну, а о вынужденном излучении тут речи не идет, как в лазере-то я напомню. Есть возбужденный уровень энергии, рядом пролетает фотон с нужной энергией и заставляет этот тоже... Ну, дело в том, что вот среди состояний ядра... Ядра, которые известны, вот, явление метастабильности состояний, которое используется для генерации лазерного излучения, собственно, оно тоже известно. Это у какого же ядра? Ну, например, серебро, изотопы серебра, они, так сказать, это самое... На эту тему, более того, оно нас, ну, как бы, вот для профессионалов этой области, для ученых, там, для людей, просто для людей, окончивших физических факультет, это явление известно уже достаточно давно. То есть уже, по-моему, несколько десятков лет практикум по общей ядерной физике содержит задачку, в рамках которой исследуется свойство, вот, явление метастабильности, так сказать, этого самого, изотопов серебра. Ну, изотопов серебра сделает лазер, гамма-лазер. Невозможно, но я говорю, здесь, поскольку энергетика процесса очень большая, ну, и само по себе гамма-излучение, оно, ну, в общем, кратковолновое, расходимость его очень невысокая, здесь даже квазикогерентный пучок, просто пространственно собранный, в более или менее, ну, приемлемые эти самые, он окажется вполне эффективен, вполне, как бы, работоспособен. Вот я слово такое слышал, сочетальный слов, гигантский дипольный резонанс. Да, это явление, которое, кстати говоря, тоже, ну, в каком-то смысле не до конца исследовано, здесь тоже много есть очень чего, и оно очень красивое по своей сути. И один из типов гигантского дипольного резонанса, который, на мой взгляд, самый интересный, самый эффектный, связан с тем, что гамма-квант, попадая в ядро, за счет, ну, так или иначе, поляризации своей, он возбуждает, он может случиться так, что он возбуждает отдельно все протоны, находящиеся в ядре, и отдельно все нейтроны, находящиеся в ядре. Этот эффект открыт, подтвержден, то есть, это, ну, реальная информация, это не теоретическая. То есть, два разных возбуждения. Да, и получается, что... Одним способом, потом другим. Ну, это связано с двойственной электромагнитной природой. То есть, получается, вот шарик из нейтрона, условно говоря, шарик из протонов, и они начинают колебаться друг относительно друга, вот как-то так. При этом... То есть, в качестве пружинки здесь выступает... При этом их структуры переплетены между собой. Да, и в качестве вот этой пружинки, да, вот, которые, так сказать, как бы находятся, выступают, так сказать, внутри ядерные силы. Да, и силы межъядерного взаимодействия. А вот о практическом применении, вот этот тоже гигантский дипольный резонанс, его нельзя заставить, может, сделать гамма-лазер. Не получится такого? Ну, тут-то, по-моему, должно быть много разных уровней, глядишь, какие-нибудь уровни с инверсной деселенности возникнут в лазерном эффекте. Во всяком случае, мне про это неизвестно, и здесь трудность еще вот какая. Ведь дело в том, что собрать, ну, в более-менее упорядоченную структуру, которая нужна для формирования лазера обычного атома, ну, скажем, вот, твердотельные лазеры, там, кристалл, у них излучение распространяется внутри рабочего тела, так сказать, в связи с кристаллическими особенностями. Вот, если газовый лазер, то там обязательно зеркала, очень специфические. То есть здесь просто набрать атомы, то есть ядра, уже ядра, совсем микроскопический объект, с которым работать как-то... Как с однопроходным лазером или однопроходным? Ну, в общем, пока такая задача не стоит. То есть мечтать это можно, но это из области такой совсем шаловой фантастики, да? Ну, вы знаете, некоторые вещи могут реализоваться буквально завтра, здесь ни в чем уверенным быть нельзя. Все-таки многие достижения науки, может быть, иногда они бывают не очень хорошо, может быть, разработаны, ну, неизвестны широкой публике и не входят там в учебники или... ну, даже так. Вот, ну, мне кажется, что это... это несколько... явление несколько не... ну, не совсем хорошее, потому что все-таки, мне кажется, что люди, там, скажем, заслуживают того, чтобы вот иметь знание о том, что делает наука. Вот. Ну, понятно, что взаимозаряженная частица, пусть даже, так сказать, и релятивистская, ну, ускоренная в этом сам... Релятивистская, движущаяся почти со скоростью света. Почти со скоростью света, ну, вот я уже, так сказать, вначале говорил, что... Энергии, которую мы добавили этому электрону в результате ускорения, она... Во много раз превышает его энергию покоя. Собственную, ну, массу, массу покоя. Да, это вот тот самый случай. Да. И протоны теперь такие есть. И протоны теперь такие, безусловно, есть. Ну, масса протонов, это самое, 1000 МФ, ну, условно, скажем, там 938-939, ну, а ускоряют протоны до уже терраэлектрона вольт, то есть это в миллион раз больше. Ну, так и что же бывает, когда через вещество проходит такая ультраэлектрическая частица? Здесь, вот, происходит масса интересных эффектов. Этот сгусток поля и энергии, который связан с электроном, при попадании в цепочку атомов, может вызвать не просто процессы, не просто про взаимодействие, а может вызвать, ну, упорядоченные, до значительной степени упорядоченные коллективные процессы взаимодействия, ну, то есть, скажем, если, например, направить вот пучок вот этих самых ускоренных электронов, там, вдоль или под определенным углом кристаллической оси какого-нибудь, ну, металла, вот, ну, в тех исследованиях, которыми я занимался, использовался алюминий, вот, то появится, получится, может получиться такой эффект, что электрон, скажем, провзаимодействует, причем взаимодействие здесь носит квантовый характер, то есть, энергия, которую он потеряет, взаимодействие с этим самым, с атомами вещества, ну, примерно одинаковое, ну, с большой точностью одинаковое, при этом его собственный запас энергии большой, и он ее не растеряет, ну, то есть, скажем, сотни или две сотни атомов, он провзаимодействует, это все, они возбудятся и, как бы, излучат, начнут снимать возбуждение излучением рентгеновских квантов со своих... С одной и той же частотой. Да, с одной и той же частотой. Причем, ну, рентгеновский квант, он потому и рентгеновский, что это излучение, ну, порядка длины размеров атомного ядра, атома, не ядра, атома. То есть вдоль этого канала формируется область, в которой может произойти, так сказать, лазерный эффект такой, да, однократный? Ну, да, это можно уподобить работе, вот, обсуждаемого, там, однопроходного лазера, но здесь еще, вот, то есть, здесь вот эти, вот то, что в лазерной физике, лазерщики, да, достигают с помощью линз, зеркал, там, специальных покрытий, вот, активного рабочего своего тела, активного, здесь это все, ну, в известной степени формируется с помощью самой вот решетки. Потому что, естественно, отражение, и не только, отражение интерференции на атомах, ну, вот, атом излучил квант, рядом стоит такой же атом, с которым он, причем он излучил его на такой частоте, которая является, ну, некой специфик, ну, характерной для этого сам, для другого атома. И он может его поглотить, этот квант, очень легко, потому что, ну, они одинаковые. И получается здесь, ну, в общем-то, в каком-то смысле идеальные зеркала, идеальные интерференционные условия. Ну, скажем, как итог, вот, при попадании электронного пучка под некоторым углом, вот, на кристалл вот того же алюминия, скажем, опять же, под некоторым углом, но при этом не туда, куда пошел пучок, а вот в обрат, фактически в обратное направление, выходит достаточно узконаправленно, ну, то есть, как я сейчас, примерно, вот, ну, несколько градусов поток рентгеновского излучения, который обладает очень, относительно высоким, ну, не так, как настоящие хорошие лазеры, но, тем не менее, значительным, вот, длиной когерентности. Работы, которые велись, вот, с моим участием, в них ставилась задача поиска, в том числе, достаточно микроскопических количеств, всевозможных веществ. Как способ анализа, да? Да, как способ анализа это использовалось. И почему, ну, здесь почему, потому что, вот, излученный квант... Все понял, я сейчас перескажу, как я понял, да? Это, значит, спектральный анализ, только в рентгенской области, да? Да. При обычном спектральном анализе вносят в горелку бунзо на кусочек вещества, и, значит, оно, значит, раскалилось, начинает излучать спектральные линии, и, значит, видим диапазон. Ну, характерные линии. Вы рентгенским лазером возбуждаете характерные линии и находите присутствие или отсутствие вещества какого-то элемента, да, вот в этом образе, причем элемент при этом разрушаться-то не будет. Не будет, безусловно. Он будет просто реагировать, он будет говорить, вот я тут. То есть, всякие там из гробницы фараона или что-нибудь в этом роде, это можно спокойно... Да, спокойно. Это неразрушающийся. Неразрушающийся. Более того, дистанция, так сказать, подобных, ну, значительные можно использовать, на значительные дистанции можно использовать подобные методы. Ну, назначительные для вообще вот методов анализа, то есть, ну, скажем... Несколько? Ну, несколько метров, это уж как минимум. Дистанционно. Да, я не хочу, так сказать, давать совсем смелые оценки, но, по крайней мере, вот при экспериментах, связанных вот с исследованием этого эффекта, который я описал, использовались, ну, детектор стоял просто на расстоянии 3 метра. То есть, это анализ, химический анализ поверхности небесных тел, ну, естественно, со спускаемого аппарата. И плюс к этому химический анализ, что у него в кармане, да? Да. Или в чемодане. Да. Леонид Владимирович, вот сейчас пресса и бумажная, и электронная пестрит таким броским заголовком про конец света, которые должны организовать физики, ядерщики на новом суперколлайдере, где-то там в Швейцарии, в туннеле под землей. Как к этому относиться надо вообще на самом деле? Я физик-ускорительщик, да, а наши теоретики вам могут про это рассказать поподробнее. Ну, я просто вот свое видение, может быть, так сказать, научно-популярное изложил. Вот нам это и нужно. Да. Ускоритель – это такая удивительная установка, которая включает в своем составе, ну, все высокие технологии, почти все, которые только можно себе представить. Вот смотрите, СВЧ-техника, она развивалась для чего? Она развивалась для, ну, радаров, для войны, да? Потом она стала развиваться для ускорителей. Ускорители, в свою очередь, поставили такие задачи, что СВЧ-техника, ну, развилась до такого уровня, что и в быту, и в войне, и она просто сегодня необходима, и это действительно хай-тек. Теперь, интернет, ну, как всем известно хорошо, он вообще родился в Цирне, когда нужно было создать обработку базы данных, получаемой на ускорителе пучков. Так? Ускоритель – это вакуумная техника, ускоритель – это компьютеры, ускоритель – это высокоточная механика для того, чтобы его создать, это современные источники питания и так далее, и так далее. То есть, сверхпроводящие магниты. Нет, не только магниты, но и резонаторы. Технология, которая начиналась в Советском Союзе, теперь у нас она практически потеряна, но зато она везде, вот во всех тех ускорителях, о которых я сейчас говорил, кроме Лусаламовского, да, используются сверхпроводящие резонаторы, и мы тоже в этом участвуем, потому что, чтобы не потерять, как говорится, форму свою, ну, на институтском уровне, эта технология нужна, потому что развивая, то есть, я что это говорю, развивая ускорители, допустим, построили ускоритель, даже если он не дал, а это вообще практически невозможно, каких-то новых научных знаний, он все равно даст выход в технологию, он даст новые технологии. Поэтому внимание, которое привлекает с ускорителем, я хочу сказать, что это очень важно, и важно сказать, товарищи дорогие, давайте будем строить новые проекты в России, если у нас есть деньги, потому что благодаря этому наша промышленность получит заказы на развитие самого настоящего хай-тека, который, в свою очередь, даст нам выход в инновации, потому что инновационный путь развития, он объявлен. Теперь к вашим конкретным вопросам, все-таки LHC. Это вы сейчас, Леонид Владимирович, рассказали, как вот организовать конец света. Теперь, что касается Большого адронного коллайдера и конца света, и там возможного такого, значит, я хочу сказать так, есть в ЦЕРНИ международная рабочая группа по безопасности, которая включает в себя ведущих специалистов со всего мира, которые специально занимаются анализом данных не только в ЦЕРНИ, но и на многих других лабораториях мира, с тем, чтобы посмотреть вероятности, возможности вот такого, какого-то, скажем, нежелательного явления для человечества на последствии всего этого дела. Значит, один из сотрудников нашего института, Ткачев, член-корреспондент, он тоже является членом, кстати, этой группы рабочей, значит, я хочу сказать, что вот эти люди много чего написали по этому поводу, надо прочитать, потому что они, и после этого можно комментировать уже, брать интервью, а не просто где-то что-то услышать. На самом деле, что можно сказать? Да, теоретически какие-то сценарии могут быть проиграны, вот я еще раз говорю, я не теоретик, я просто скажу, вот как вот я себе это понимаю. Сценарий, возможно, два, на самом деле, как бы, вот то, что обсуждается. Это образование так называемой странной капли, когда вот образуется три кварка, да, как известно состоит, из трех кварков стоит, когда два кварка обычных, а один кварк так называемый странный, который на ускорителях получается и так далее. Если эта странная капля образуется, то и она будет стабильна, и она будет устойчива, то она может вообще говоря, ну вот теоретически можно так написать, что она будет постепенно в себя втягивать, так сказать, все, и в том числе и втянет Землю, да. Но на многие вот эти вопросы отвечает астрофизика. Если бы это было на самом деле, то не было бы нейтронных звезд, потому что эти странные капли давно бы эти нейтронные звезды поглотили, они бы исчезли. Нейтронные звезды существуют миллиарды лет, многие миллионы, по крайней мере, да. Значит, астрофизика отвечает на этот вопрос, что такой сценарий маловероятен. Теперь черная дыра. Значит, ну астрофизики, они вообще рыгают, когда слышат вот про то, что там она образуется. По классической теории для образования черных дыр, так называемых планковских масштабов, нужны энергии, ну, наверное, на 12 порядков больше, чем те, которые будут на Большом Адронном Калайде. Там 7 на 7 ТЭФ в системе центра массы. ТЭЭВ, 7 на 7, на 14 ТЭФ в системе центра массы. Значит, для образования по классической теории черной дыры нужно не 10 в 13, как здесь, а примерно 10 в 28 электронный вольт. Так. Однако, есть теоретики, которые могут взять и нарисовать, что, а вот есть Вселенная, допустим, вот она вот не такая, а вот она, есть такая теория дополнительных измерений, по-моему, называется. Вот такая, и там может образоваться теоретически при энергии 4, 14 ТЭФ, вот микроскопическая черная дыра. Ну, теоретически, то есть это, вероятность этого, там, я не знаю, 10 минус, там, не знаю, какой там, 1,50 или 500 миллионная, и так далее. Но эта черная дыра микроскопическая, она не успеет пройти в Землю, начать там расширяться, успеет ее взять, потому что она тут же испарится. Она тут же испарится. А, кстати, к вопросу вот о той странной капле, о которой я говорил, это же тоже, для этого нужны тяжелые ионы, а здесь протоны, Большой Адрон Николаев. Тяжелые ионы запущены ускорителем РИК в Соединенных Штатах Америки, в Брукхенской национальной лаборатории. Когда РИК начинался, тоже КРИК такой же точно стоял, что все, РИК запустят, все, конец. РИК работает себе успешно, ничего там такого не произошло, значит, и, по всей видимости, не произошло. Теперь, еще раз говорю, астрофизика отвечает на эти вопросы так. Во-первых, из космоса к нам каждый день летят лучи, частиц, потоки частиц, энергии гораздо выше, чем на ЛХС, на Большом Адрон Николаеве. Ничего с Землей не произошло. Существуют нейтронные звезды, которых бы не было, если бы вот такие процессы приводили к образованию странных капель, к образованию черных дыр. Они просто разлетелись бы. По-моему, самый правильный ответ на этот вопрос, это то, что астрофизика говорит о том, что экспериментальная, фактическая астрофизика, о том, что ничего подобного на Большом Адронном коллайдере не произойдет. Это, так сказать, частица с очень, ну, гравитирующая, предположительно, с очень маленьким размером. Но и гравитационное взаимодействие ее с окружающей материей настолько слабое, что оно не разрушит даже атомаро-могулярные структуры вещества. Поэтому, конечно, вот так серьезные почеты. То, что гравитационное взаимодействие, оно одно из самых слабых, с чем встречается человечество. На наших масштабах. То есть, чтобы черная дыра проявилась, это нужны астрономические масштабы, астрономическая масса, масса звезд. Даже массы Солнца не хватает. По-хорошему. Хокинг открыл, да, что маленькие черные дыры мало живут, и поэтому их нет. Да, это да, что есть излучение. Хокинг, это то, что на самом деле они к тому же нестабили, но мало же то, что они на самом деле... То есть, если, скажем, тем не менее ждать, скажем, сколько надо времени подождать, пока окружающая материя все же не упадет на эту маленькую черную дыру. Она не упадет, потому что есть молекулярные силы, которые не преодолеть, они будут держаться только этим силам. Но даже если выключить эти силы, то она очень долго ждет, пока вся материя не начнет собираться туда. И потом эта материя не сможет в ней поместиться, раз она такая маленькая. Она должна быть мало того, что вот такой 10 минус 44, чтобы протон-то в ней не поместится. А вот то, что эти исследования до сих пор проведенные, те, что мы ожидаем летать от этих экспериментов, они в том числе дают знания о, так сказать, эволюции вещества и материи в первые мгновения после создания нашего мира. Мы не можем сейчас знать, что было до или с самого момента взрыва, но начиная с тех мгновений уже наука почти очень многое знает. Может быть удивляться тому, что природа создала человечество, такую цивилизацию, мозг, который способен воспринимать и увязывать друг с другом данные, которые касаются столь отдаленных моментов времени. Это удивительно. Надо сказать, что теоретические исследования, которые сейчас направлены на осознание, что же лежит в основе природы нашей Вселенной, и, скажем, попытка ответить на вопрос, примитивно скажем, живем ли мы в лучшем из миров или в единственном возможном, сейчас физики готовы сказать так, теоретики, по крайней мере, что вы знаете, вполне возможно, что мы живем не в лучшем из миров, и не в единственном из всех возможных, которые следуют из наших уравнений, а в одном и бесконечно множество миров, и только мы живем именно в том, в котором возможен человек. Ну вот, поговорили мы с вами о науке, кое-что новое узнали. Пришла пора расставаться, потому я такой грустный. Вы же знаете, что я без вас очень скучаю. До свидания.